Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Сейчас, на исходе августа, наш сад буквально продолжает утопать в цветах. И кажется, что лету не будет конца, будет еще впереди бабье лето, но у нас в Нижегородской области все может измениться одним днем. И получится как в басне. Попрыгую с трекозали, это красная пропела, оглянуться не успела, а сад у нас не подготовлен к зиме. На самом деле, чтобы вот такого не произошло, мы создаем чек-лист работ и рассказываем, какие у нас декоративные кустарники находятся на приусадном участке, какие с ними возникают проблемы и как мы их решаем. Потому что вы часто задавали вопросы в комментариях, что Анна, вот на заднем плане, что это у вас за растение? А это что такое, вот с темными листьями? Поэтому давайте сегодня проведем небольшую экскурсию по придомовой территории на моем участке и посмотрим, какие декоративные кустарники у нас растут, в каком мое состоянии сейчас на конец августа. И соответственно, какие проблемы возникают и что мы с ними делаем. Давайте начнем нашу экскурсию с границы с огородной зоной. Здесь я предпочитаю высаживать растения, которые создают небольшой барьер, нишу и отделяют входную зону от уже огорода непосредственно. Здесь у меня вот справа от вас, слева от меня гортензия. Называется она фантом. Гортензия метельчатая, очень красивая. Куст у меня достаточно старый, лет ему шесть. Он у меня показал себя во всей красе, однако зимой немножечко подмерз. И я специально не убирала ветки, чтобы вам показать. Казался куст абсолютно мертвым весной, однако мы выждали время, проснули спящие почки. И теперь вот эту вот старую веточку можно смело удалить. Хочу вас предостеречь. Не выламывайте ветки. Одно из основных правил подготовки сада к зиме – использовать качественный инструмент для обрезки. И если вы подозреваете, что растение какое-то у вас больное, обязательно проводите инфекцию всего режущего инструмента, инструмента садово-огородного, которым вы работаете, в том числе и в цветниковой зоне, чтобы не разносить инфекцию дальше по здоровым растениям. Вот эту гортензию сейчас продолжаем кормить еще всю осень до октября адресным удобрением. Для гортензии я использую Organic Mix адресное удобрение, которое мы вам уже показывали в наших программах. Сейчас гортензия цветет активно, расходует питание, которое мы внесли в прикорневую зону. Однако чуть позже она начнет формировать цветочную почку на следующий год. И если она сейчас будет голодать, соответственно, в следующий год мы вот такого пышного цветения не увидим. Куст ослабленный, куст уже после сильной обрезки в результате неблагополучной зимовки. Плюс мы ее немножечко подломали, когда счищали снег с крыши. Молодежь у меня прошлась по этому кусту, и он понес урон. Поэтому мы его сейчас в щадящем режиме, как говорится, лишний раз не режем. Убрали только слабые побеги, и, соответственно, на следующий год уже сделаем корректирующую обрезку. Рядышком со мной в прошлом году тоже по осени я начинковала гортензии в августе месяце. И в этом году посмотрите, какой прирост дали черенки. Уже шикарно смотрятся молодые кустики. Сейчас продолжаем тоже их подкармливать. И осенью проводим обрезку. А чуть дальше у нас вдоль забора идет череда кустарников-декоративных, которые отличаются по листве и габицу куста. По первой линии, сзади, точнее, ближе к забору, у меня идут барбарисы. Они разных сортов, с разной окраской. Какие-то колоновидные, какие-то более такой фонтанообразной формы. Я уже формирующую обрезку для большего ухущения провела. Кстати, использовала вот такой вот секатор с храповым механизмом. Называется Grons Easy Step от Lama Torf. С храповым механизмом очень легко работать им. То есть, посмотрите, он идет с цифлоновым покрытием, держит заточку в течение всего сезона. Прошлась буквально, обрезала на одну четверть вот так вот молодые побеги. И сейчас, посмотрите, мои барбарисы уже начали активно ветвиться. Кстати, после обрезки я их тоже подкормила удобрением универсальным, которое в середине лета еще можно давать нашим растениям. Однако сейчас, в августе, уже стараемся удобрения с большим содержанием азота не давать, чтобы все побеги, которые нам с растениями дали во второй половине лета, вызрели и эффективно подготовили к зиме. Обратите внимание, у меня внизу под барбарисами здесь почвопокровные растения. И нет мульчи. Дело в том, что я эту мульчу весной сняла, и ее место выполняю сейчас растение. Однако к зиме я обязательно проведу рыхление плоскорезанным вокруг всех кустов и прикрою корневую зону соломой сухой, которая защитит их в первые холодные, скажем так, морозные моменты, когда они будут у нас переходить уже непосредственно в зимнюю спячку. Сейчас еще передо мной вы видите небольшой куст спиреи розовый, небольшая форма, проводила пересадку в начале сезона. Очень я его сильно омолодила. Кстати, использовала тоже секатор. Следите, кстати, за тем, чтобы секатор был у вас заточенный. Ровно не ломал, не мял растения, а именно ровно отрезал. И посмотрите, как он нас в два раза буквально настрелял побегов, стал пышненький, а было буквально 2-3 веточки. Вот сейчас я его уже не трогаю. Останется мне его только подкормить удобрением комплексным уже с индексом осень, которое мы вносим универсальное непосредственно под все кусты при подготовке уже сада к спячке и, соответственно, замульчирую тоже. У меня спиреи разных много. Дальше мы с вами, когда подойдем к спиреи серы, я вам просто покажу ее, как она у нас разослась буквально за два сезона. Дорогие друзья, вот это красивый кустарник с ярко-пурпурной листвой, скумпью кожевенную мы вам уже показывали в прошлом сезоне. Это новинка в моем саду, растет всего лишь второй год, и многие отговаривали, а она не сажай, замучаешься, без конца она вымерзает, скорее всего, у тебя она не перезимует. Первую зиму она нас перенесла благополучно, делали специальный короб под нее, укутывали под снег, набрасывали снега побольше, все хорошо. В прошлом году она нас дала существенный прирост, выросла практически до двух метров, соорудили фигвам ей побольше, укрыли геотекстильным. В прикорневой зоне тоже промульчировали все. Однако зима, помните, какая была, и все, что у нас было выше уровня сугроба, у нас все-таки подмерзло. Обрезали до здоровой почки, и посмотрите, обрезка пошла ему на пользу. Какой пышный кустик у нас сформировался, какая листва красивая. Надеюсь, что в следующем сезоне она у нас обязательно даже зацветет. Побеги гибкие, поэтому я их вот так скомпоную, немножко пригну к земле, и таким образом короб мы будем делать не вертикально, как в прошлом году, а как по опыту позапрошлого года, горизонтальный, чтобы немножечко его снегом тоже прикрывать. В принципе, растение беспроблемное, очень необычное, красивое. Надеюсь, оно нас порадует в будущем. Еще очень интересный декоративный кустарник, бузина черная. Конечно, достойное место в саду она моем займет, однако в течение двух предыдущих сезонов была проблема. Не хотела давать вертикально побеги вверх. В этом году мы ее тянем за уши, подрезаем еще одна снизу, и она все-таки пошла у нас расти вертикально. Хочу сформировать такой шарообразный куст, красивый, в дальнейшем любоваться не только красивой листвой, но и яркими плодами. Дорогие друзья, а вот этот пушистый куст, это та самая спирея серая, белый фонтан красиво цветущего растения. Мы вам показывали в начале сезона. Сейчас она цвела, дала активно порсель. Я ее один раз уже постригла. Посмотрите, кокос у нас прибыл. Я думаю, что еще осенью небольшую санитарную обрезку я проведу. Немного скомпоную нежные ветки, которые склоняются к земле, чтобы не разломило их снегом. Сделаю опору, немножечко подвяжу. Ничем не укрываю. Прекрасно спиреет у нас, зимует в средней полосе. Никаких проблем с ней я не вижу. Единственное, сейчас у нас перед вот этой теплой неделей прошли очень обильные ливневые дожди. Кое-где даже с градом ветром у нас пока без ущерба. Все хорошо, но песчаная почва очень выпускает из своего горизонта вымывания все питательные вещества. Как в сито сеется все питание. А у меня почва довольно кисловатая, поэтому я добавляю вот такую добавку. Organic Mix Calcium Garden. Его можно выносить вплоть до ноября, которое позволит насытить нашу почву магнием, кальцием и подготовить растения не только к следующему сезону, но еще и в этом сезоне поддержать, чтобы они в достойном виде у нас подготовились к переходу, как говорится. За моей спиной еще тоже есть интересные кустарники. Давайте немножечко пройдем вперед. Дорогие друзья, на переднем плане вы видите еще один беспроблемный многолетний кустарник, декоративный. Это пузыреплодник. Посмотрите, у него пурпурные листва. Я уже провела обрезку для его лучшего кущения. Вот такие семенные коробочки нарядные он формирует. В детстве, я помню, мы раньше ходили и живую изгородь около школы вот так вот щелкали. Они с таким звуком задорным лопаются. Очень благодарное растение. Можно сформировать любую форму, какая вам нравится. Посмотрите, буквально полтора недели прошло после обрезки. Посмотрите, сколько из боковых почек у листочков пазушные побеги он навыпускал. Соответственно, куст будет только расширяться, только становиться более набитым. Честно говоря, каких-то особых рекомендаций по нему я дать не то, что не могу, а, наверное, не стоит, потому что вы на своем участке найдете ему, во-первых, место. Пузыреплодник конкретно вот этот вот. Он вырастает до 3 метров в высоту, 3 метров в ширину, поэтому формируйте его таким образом, чтобы он у вас не залез на соседние растения, либо дайте ему простор, чтобы он разросся и, как говорится, показал себя во всей красе. Ничем его не укрываю. Единственное, осенью внесу комплекс для подготовки к зиме, удобрение минеральное с макро-микроэлементами, которое называется действительно осень, и замульчирую прикорневую зону. Если будет сухо, все декоративные кустарники на самом участке я буду еще тщательно проливать. Сейчас обильные дожди прошли, и буду внимательно следить за продуктивной влагой в почве. Если растения будут в состоянии засухи, соответственно, они будут хуже усваивать питание, они будут находиться в неблагоприятных условиях, и хуже подготовиться корневая система именно к зиме. Калина сама себя хвалила. Помните такую поговорку? А эту калину похвалю я сама. Второй сезон на моем участке живет калина-городовина с необычной фактурой листьев. Очень фактурное растение, скульптурное. Можно сформировать его путем обрезки. Замечательное растение заднего плана. Поддерживает цветовую гамму какого-то пестро-окрашенного кустарника, либо красиво цветущих, многолетних цветущих растений на участке. Вы знаете, за два года никаких проблем с этим кустарником я ни разу не увидела ни заболеваний, ни вредителей к нему не привязалась. Единственный минус, который это то, что у нас еще нет опыта, как работать с этим кустарником. Поэтому все по наитию. Честно говоря, ни у кого из знакомых такой красоты я еще в садах не видела. Пока я первопроходец, конечно, помогают советы других опытных садоводов. Благодаря этому я и завела такое замечательное растение в своем саду. Надеюсь, что на следующий год оно себя проявит еще лучше. У нас уже завязались первые кисточки ягод, которые, как говорят, украшаются до морозов. Пока они еще не массово. Проба пера, как говорится. Вот решили оставить, посмотреть, что из этого получится. Ну а дальше у нас еще есть неплохие декоративные кустарники. Вот рядышком следом идет дерет белый. Хорошо многим из вас знакомый. Отличное растение для формирования живой изгороди, либо яркого пятна, например, совместно с другими кустарниками. Посмотрите, какая необычная окраска листьев, двухцветная. Уже дважды я его в этом сезоне стригла. В начале сезона делала обрезку санитарную, сейчас уже корректирующую обрезку. И посмотреть, сколько он опять побегов настрелял. Больше пока стричь не буду, пускай окрепнет мульчирование, подкормка и полив. Та же самая схема, что и по другим декоративным кустарникам в моем саду, именно в подготовке к зиме. Единственное, что я хотела сказать, если вы планируете его размножать в черенкование, в начале августа это еще не поздно сделать. Черенкуется отлично в течение всего сезона. И переводим взгляд сразу, видите, немножечко дальше. Это калина бульданеш. Мы вам ее показывали уже тоже в течение сезона несколько раз. Прекрасное декоративное растение. Хоть и не цветет недолго, в течение двух недель, пышными такими цветами, словно белые зефирки, украшая весь сад. Буквально конкурирует даже с пионами, с гортензиями. Однако у нее есть большой существенный недостаток, как у любых других видов калины. Тля. Держим руку на пульсе. Раз в неделю прохожу и смотрю. Вот эти деформированные листья, деформированные, сжатые словно в кулачок, это последствия выводка действительно тли. Вот сейчас, если посмотреть, листочки чистые. Однако, нужно регулярно проходить и смотреть. Примерно раз в две недели приходится делать обработку. Вперед цветение активного я стараюсь использовать щадящий такие препараты, как зеленые. Мы его, допустим, кыш, вредитель для того, чтобы не навредить насекомым опылителям. Поскольку сейчас в саду очень много цветов, которые действительно радуют цветением, и очень много шмелей у нас летает. Пчел в том числе, бабочек. Поэтому бережем фауну, она нам еще пригодится. А это необычное растение, которое мы поселили именно в декоративных целях. Это актинидия коломикта. Мужское растение, которое не плодоносит. Но мы его оставили, потому что с самого раннего, скажем так, начала сезона, оно чрезвычайно декоративно выглядит. Не только по фактуре габитуса куста, но в том числе в начале сезона листочки окрашиваются сначала в белые такие пятна, а потом розовеют они. И, соответственно, очень хорошо его использовать в качестве притенения. Если у вас, например, есть солнечная сторона и окна, как у нас, очень хорошо посадите его напротив. Тогда у вас, например, крыльцо, веранда не будет так прогреваться. Защищает от ветра. Единственный минус у этого растения, оно подмерзает во время возвратных заморозков. Поэтому мы его потом просто подрезаем, именно те веточки, которые пострадали. И оно легко восстанавливается буквально в течение, наверное, двух-трех недель. Поэтому я считаю, что растение абсолютно беспроблемное, даже несмотря на то, что все-таки оно немножечко боится морозов. И его очень любят кошки, поэтому ничего ценного в прикорневой зоне, вблизи него не сажайте. Кошки будут лежать там и наслаждаться его запахом. Об других культурах, декоративных, кустарниках, многолетних растениях я рассказала в своем новом приложении, которое выходит буквально уже скоро. И мы уже вам про него рассказали. Там будет конкретно написано, пошаговая инструкция, как ухаживать в конце сезона за тем или иным растением. В огородной зоне, в садовой, в цветниковой зоне. Как правильно обрезать, подкормить, подготовить к зиме. Что нужно прикрыть, а что оставить, как говорится, чтобы растение дышало и не сопрело лишний раз. Именно все тонкости мы раскрываем в нашем новом руководстве. Переходите по ссылочке и надеюсь, что наши практические советы вам окажут полезную и посильную помощь. Это далеко не все кустарники, декоративные, которые есть у меня в саду. Можно ходить долго по саду и показывать. Это тема ни одного выпуска. Единственное, хочу предотвестеречь вас в августе. Держите руку на пульсе. Сейчас начинаются холодные ночи, обильные росы. Возможно, холодные продолжительные осадки. И некоторые сорта, например, барбарис или другие декоративные листные растения могут подвергаться заболеваниям. В частности, например, мучнистой росе. Поражение очень такое, может быть, мощное по всему саду. Передается и розам в том числе. И уделите особое внимание сейчас профилактике. Начинайте уже обработки сада сейчас, чтобы растения ваши были здоровыми, ушли в зимнюю спячку без потерь, а весной порадовали таким же красивым внешним видом. Чтобы каждая весна вас радовала новым приростом каждого кустика. И каждому расцветающему цветочку вы тоже были рады. Ну что, давайте заканчивать экскурсию небольшую. Вот прям буквально по частичке сада я вам сегодня провела. Надеюсь, что эти растения тоже в вашем саду цветут и радуют вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова